Команде очень нужна поддержка. Чемпионов, ну или хотя бы за выход в финал. Да, у Манчестер Сити такого в истории еще не было. И вот он новый вызов. Беллер, рассекая волны, стремится к финалу Лиги Чемпионов. Что скажет Шальке? Мягко говоря, экспериментальное сочетание в обороне. Да, может сыграть Данила в центре, а может сыграть и Уокер. Рык из Хорватии. Вот такая вот фамилия. Дополнительные, судя за воротами, Николя Адано. За воротами, прошу прощения, привык играть Доминика именно по такой оборонительной или где-то даже вариативной, скорее, схеме. Шальке создастся серьезные проблемы. Особенно учитывая то, что первая встреча завершилась со счетом 3-2 в поле. И Эмирик Лапортс, номер 14, ЛК Гюндаган. Восьмой номер, подача трапную. Мяч в руках у ФР в феврале. Это выбор болельщиков клуба. Александра Зинченко можно только поздравить с тем, что все больше урон сборной Украины. Евгений Коноплянко, Александр Зинченко. Да, действительно так и Зинченко сейчас сделал передачу очень хорошую на Дельзин Киркине. То у ЛК Гюндагана несколько иная история. Пока же Санэ зарабатывает, получает мяч, развивается атака правым флангом. И дальше подача. И мяч смахивает Бернардо Сильф. Кстати, Лерой Санэ делает передачу на Зинченко. Тот вот так решил прострелить штрафную. Передача перехвачена и шанс. Наверное, до конца все понимает только Доменик Тедеско, если у него был обстоятельный разговор с руководством. В Сити на этой позиции он появился крайне редко. Но повышение пойти. Штрафной удар, подача в штрафную. Вот момент, кажется, у Лерой Санэ. Три недели сегодня, поэтому справа играет на бровке Уэстон Маккенни. Санэ. В матчах играл Александр Нюбель, но сегодня дал как раз фермену шанс Тедеско. Стерлин передачу сделал рикошет. Попытка пробраться на чужую половину поля, но атака остановлена. И может получиться очень хорошая контратака Шальке. В центре поля, в Тоттенхэме, они одно время формировали связку, связку опорных полузащитников. Но, правда, это было... Ну, и Коноплянка и Мбуло могут убежать. Да, это скоростные футболисты. Но Абург, Штайлер, это... А вот план тренеров Тедеско Гвардиола, кстати говоря, еще в прошлом вставке. Ну, это опыт. Доминик Тедеско всего 33 года. Арахим Стерлинг врывается в штрафную передачу. И вот он должен был. Или Стерлинг, это еще... Если бы сейчас мяч оказался в сетке, игра взяла бы паузу. Смотрели бы. Очень трудно было сказать, кто был ближе к воротам Стамбурса. Санэ, наверное, был штрафной. Падает на газон, но кажется, что там ничего криминального не было. А здесь все-таки фолк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. После света Лиги Чемпионов, если помните, и забивал, кстати говоря, на Уэмбле ворота Баварии. И был близок к тому, что... Справа здесь Стерлинг получил мяч. Он не точно на передачу сделал на Бернардо Сильву. И в итоге Бернардо Плянка любит он смещаться с фанга в центр и бить издали. Но в данном случае предпочел продолжить атаку через пас. Атакуйте, потому что все защитники центральные и высокие у Шальки здесь штрафной. Но для этого мяч сначала подобрать надо. Тут по-прежнему... Первые голы за долгое время, имею в виду, не совсем первые. В сезоне заброс на Бургшталера. Он должен вверху борьбу выигрывать. Но Кемпионов смещается в центр, чтобы не делать дальше. Перевод мяча туда в штрафную. В команде Рафа Бенитос перед той игрой. Он сказал тогда, ребята, вы пропустите. Вы совершенно точно пропустите. И все эти перемещения на короткой дистанции. Конечно, незначительные. Ну, кажется, 30 метров. Бокер – самый быстрый защитник английской премьер-лиги. Да, от него далеко не уйдешь. Ащибка простреливает. Нет. Ситуация и Шальков пока не преобразовал в реальную атаку. Мне кажется, это говорит в первую очередь о той осторожной, чтобы догнать этот мяч. Доставить до него момент опасный. Хватает за плечо соперника сейчас. С этого матча позади. Зинченко забрасывает мяч в штрафную. Здорово может быть. Скидка могла бы Полупиченко. Здорово здесь нашел рывок Серкио Агуэра этой передачей. Конечно, Агуэр должен был делать. Завернулся Агуэра. Передачу сделал. Диндорган заброс штрафную. А там что? Пенальти. Тема видеоассистента тренера. А здесь Джеффри Бурома прихватил за грудь Бернарда Сильву, который до этого мяча, скорее всего, не добрался бы. Но, тем не менее, у него уже есть. Советовать ничего судьи не надо. Перечемпионат мира. Это все-таки вопрос. Посмотрим Агуэра. Итак, Эль Кун. Разбеку. Браво, волшебник. Браво, Серкио Агуэра. 24-й гол Агуэра в этом сезоне. И 5-й. 4-й, прошу прощения, в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Да, вот эта уверенность, вот это клубнокровие. Поминку исполнил Серкио. Поминку и Ферман, смотрите, прыгнул в левый от себя угол, но очень быстро понял, что не угадал. Все по классике. Сделал Аргентини первым ударом в створ. Это матч. Покажи Агуэра в штрафной площади. Агуэра. Второй удар. А сейчас контратака Шальки. Справа Эмбуло. Это Стамбули пошел вперед. Тут дар поворотом. Да, вот на штрафной. Пятка передачи на Агуэру. Дар поворотом. 2-0. 25-й гол в сезоне. И пятый в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Эль Кун Брависсимо. Как он нашел эту лазейку? Ну, как он туда мяч протолкнул? Объясните же мне, пожалуйста. Фантастика. Серки Агуэра. Пятый гол его уже. В пятом матче Лиги Чемпионов этого сезона. Гол засчитан. 2-0. Да, кажется, что проиграть Сити на выезде не зазорно. Еще один голевой момент и еще один гол. Но проиграть не зазорно с каким счетом? Если здесь будет разгром, вероятно, отставка случится уже после манчестерского матча. А пока 3-0 в пользу Сити на 43-й минуте. Ну что, все очень плохо. Для Шальки и для Сити на ворот все просто прекрасно. И команда уже, я думаю, двумя ногами в четвертфинале. Передача Зинченко делает из глубины. Нет офсайда у Сане. Хайдель, может быть, уже и после этого матча на следующий день. Ага, Ассаров. Ну, в общем, популярная фамилия американская. Сане это сенегальская фамилия. Сане сенегалец. Убернам Сильву вот здесь, справа. Но играют без него. Это стерлик. Удар поворотом на этот трансферман. Уже истекли, но есть еще время у Манчестер-Сити организовать еще одну атаку. Сильва отыграл назад. Нет только голубой цвет. Но, тем не менее, футбол есть футбол. Всякое бывает и чудеса в жизни. Первый, пока Сити атакует стерлинг. У линии штрафной передачи делает Нале Роя. Сане тут бьет, с левой ноги попадает. Нет матча. Поэтому мы не можем узнать, будет ли футболист Манчестер-Сити. Показан горчичник. И, кажется, это была лазерная указка, которая попала в лицо. Я тоже задался вопросом, что это было красное на лице. Да, почему бы нет, Мурич, 49-й номер. Но это вратарь запасной. Он на поле сегодня не появится. Пришел резервный арбитр. Он должен проследить за тем, чтобы кровь была остановлена. И вот еще один очень неприятный момент. Блокировать. Винсент Компани. И значительно тренерского штаба сборной Бельгия рассказывали, как перед чемпионатом мира в России Винсент Компани. Заброс за спинозащитником выполнил. И снова Маккенни не удел. А Стерлинг открывался на... Пока еще одна атака Манчестер-Сити. Сане входит в штрафную. Удар поворотом неточный. И вот она передача из глубины на Бургшталера. А тут в касание делает пас на бред. В составе Шанке. Сане выход один на один. Винсент Компани. 4-0. По ТДСК. Да. Да, в сайт. Доменика в прошлом сезоне. Хорошо видно, что коленом и голеностопом правой ноги Ройсанэ все-таки залез. Залегать. Поэтому будет знак, да, это урок на будущее. Прострел. 4-0. Теперь уже, наверное, долг не отменят. И тем не менее. Эльвин отменяет. Это как Леонид. Слуцкий говорит о том, что теперь, после того, как появилась технология ВАР, очень трудно сразу начать праздновать гол. Нужно подождать немножко. И так же теперь рекомендатору. Прежде чем сказать 4-0, нужно немножко подождать. Абстанбуль, я тоже думаю, что нет, потому что я сбежал из Стамбули. И выставил ногу. И, на мой взгляд, капитация отдаюсь. Свой персональный, да, можно побить. Действительно. Пограли. Шахтер 6-0. Можно и Шальке тоже. Ждем этого повтора. Перевод мяча на правый фланг. Штрафной. Маккенни. Маккенни. И простреливает, не нет углового. В Манчестер-Сити, а до этого был воспитанником карты в Сити. И, собственно, им и является. Когда увидит, да, как он выглядит. Немножко удивится. Но он не чистый. Валиется, забирает фермен мяч в руке. У него мантуацию Сити не собирается отдавать сопернику мяч. Чуть сильный получился от передачи. Тем не менее, аплодисментов из команды Ю-17 выиграл чемпионат мира. За что и было достойно. У него была молодежная сборная Англии, за которую, собственно, сейчас продолжает выступать. Ну и, как я уже говорил. Фодан. В Стамбуле против него. Но здесь мы видим, что, конечно, Кундаган. Заброс мяча вперед. И в последний момент Зинченко смещается в центр. Регулярно он это делает, выступая на позиции крайнего защитника. Замена для Пеппи Гвардиолы в этом матче. Эдерсон спокойно забирает мяч в руки. И тут же начинает контратаку. Полуфинальный пар будет определяться. Вот в чем дело. Сане. Передача назад. Удар. Гол. Потрясающий пас Лерой от Сане. Верхолепное завершение Бернардо Сильвы. Да, красиво, как всегда. Все изящно, элегантно, легко и просто. Так кажется, по крайней мере, со стороны. На самом деле, это, конечно, мастерство. Ну и уровень сыгранности. Одна классная передача от Саши, заспенная защитником Шальке. Ну, здесь абсолютно. А Манчестерская... Он, который вышел на поле уже относительно давно. И, в общем-то, до сего эпизода ничем не запомнился. Но вот здесь плохо, правда, там поменялся тренерский штаб. Может быть, за время паузы на сборную что-то удастся. Берн-Сити, Бернардо, под удар передача... 7! 7, и это рекорд! Манчестер-Сити бьет собственное достижение по результативности в матчах еврокубковых турниров. 7-0! Такого еще...